Много лет родители оплачивали образовательные услуги прямо в учреждении. Будь то ежемесячный взнос за детский сад или оплата обучения в ВУЗе. Прогресс не стоит на месте и такой способ просчета ушел в небытие, уступив место современной технологии. Вот только в ряде случаев, вместо ожидаемого удобства, люди получают дополнительные хлопоты и лишние траты. Подобная история произошла в городе Шарыпово. Его житель Дмитрий Расповов рассказывает, платежи за детский сад принимают только терминалы банков. Но если раньше за перевод нужно было отдать 1% комиссии, то теперь она составляет 5-6%. Я хочу заплатить детскому садику именно ту сумму, которую мне выставили, но у меня этого не получается без дополнительных сборов. Почему именно так? Я считаю, что оплата через коммерческие структуры на родителей должно быть право, но никак не обязанность. В поисках справедливости мужчина обратился и в дошкольное учреждение. Оказалось, у садика нет полномочий принимать деньги от родителей. И в городское управление образования. Там претензии родителя удивились, но заявление приняли. Мы на данный момент услышали просьбы родителей, по которым мы сейчас будем работать, и потом уже в дальнейшем мы скажем, какие действия возможно быть. Но на данный момент таких возможностей ни в детском саду, ни в управлении образования нет, чтобы принимать родительскую плату непосредственно от родителей. Родителям Красноярска повезло больше. Они могут вносить плату за детский сад вообще без комиссий. В министерстве образования края нам пояснили, что создать единую систему сбора средств в регионе невозможно. По закону за работу с детскими садами отвечает только муниципалитет. Вопрос взаимания родительской платы за содержание детей в детских садах также относится к полномочиям органов местного самоуправления. Следует учитывать, что чтобы получать деньги непосредственно образовательной организации, надо иметь оборудованное место, соответственно, выплачивать заработную плату кассиров. Это дополнительные расходы местных и краевого бюджета. С подобной ситуацией сталкиваются родители не только малышей, но и уже выросших детей. При оплате обучения в ВУЗе выдает листок, на котором расписано, в каком банке сколько процентов комиссии придется отдать. В агентстве инвестиций и инноваций края объясняют, это не злой умысел и не сговор вузов с банками. Университеты тоже не имеют права принимать наличные. Это происходит в связи с ликвидацией коррупционных разных составляющих, потому что у нас в законодательстве очень серьезные виды изменения произошли в законодательстве. Для профилактики, исключения таких случаев, когда с наличными деньгами, вы сами понимаете, может быть всякое гораздо проще, скажем так, их вывести куда-то в тени, чем по безналичному расчету. На выбор студента, человека, который оплачивает обучение, он может оплатить это обучение в любом банке. Именно от этого и зависит размер комиссии или ее вообще наличие. Но если у родителей все же возникают сомнения, эксперты говорят, нужно не бояться обращаться в контролирующие организации. Анна Московских, Денис Тимошенко, Всеволод Никитин. Новости.